Приветствую вас, Наталья. В первую очередь я бы хотел выделить противоречие, которое у вас есть. Вы говорите, что вы хотите понять. Не хотите, чтобы мы угадывали его истинные намерения, но быть благодарны за предположение. То есть получается, что ваш текст, ваш вопрос, все-таки посвящен тому, чтобы мы пытались угадать его истинные намерения. Но при этом вы говорите, что вы не хотите этого. То есть вы не определились с этим. Исходя из вашего текста, это и является основной проблемой. Потому что вы как будто бы сами не знаете, что чувствуете, как будто вы себе не доверяете. Ситуация, которую вы описываете, когда мужчина предлагает расстаться, а потом проявляет, знаете, внимание, ведет себя, как бы, ну, ни к чему не обязывающий, да, как будто его там никто ни к чему не обязывает и всякое такое. Вот это довольно распространенная история, связанная в первую очередь с тем, что люди боятся ответственности. И таким образом человек приводит общение, взаимодействие с вами на комфортный ему уровень. Условно говоря, человек хочет иметь какие-то плюсы, вот, ну, взаимодействие с вами, такие как интимность, там, совместное времяпровождение, может быть, некий статус общения, но с другой стороны, человек не хочет иметь ответственность за отношения, человек не готов к серьезным отношениям. И, наверное, это принципиально важно здесь, понятно, принципиально. Вот, принципиально важно этот момент увидеть, чтобы не течь от себя иллюзив. То есть, в любом случае, как бы и что, что там не было, человек думает о себе. И это нехорошо и неплохо, это просто факт. Сейчас думает о себе. Точка. А, следующее. Следующий момент. А вы говорите, что не знаете почему он так себя ведет. То есть, вы говорите, что он ведет себя противоречиво, он ведет себя странно, а вот он ведет себя так, что вы не можете его понять. Вот. И, соответственно, вы хотите в этом помощи. в этом помощи. Ну, я думаю, что вам нужно больше доверять себя. И, когда вы говорите, что вот, значит, вам пришлось восстановить отношения. И пришлось, как вы говорите, просить его о помощи. в этом помощи. Вот. Это выглядит немножечко, как, ну, я бы сказал, лукавство такое в вашей стране. Вот. в этом помощи. Потому что вряд ли вы могли ожидать, что мужчина не будет вести себя, как, ну, как-то, вызывающим по отношению к вам. А он ведет себя именно вызывающим сейчас. И в данном случае я думаю, что вот именно игнорирование, ответственность за свои действия, некие такие, ну, может быть, идеализированные представления об отношениях о человеке, может быть, даже о себе самой, не позволяют вам действовать, скажем так, более, ну, более осознанно. А вот это то, что я мог бы вам ответить, что я мог бы вам сказать, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили. Да. Да. Давайте дальше посмотрим. Значит, мы с ним в первую очередь хорошие друзья, если не считать моей повышенной трудности и подавленного состояния. Ну, смотрите. мне кажется, что в какой-то степени здесь у вас тоже идет идеализация. Потому что хорошие друзья, быть хорошими друзьями, человек, который относится к вам, явно не как хороший друг. Да. Что-то по поведению. Ну, это, мягко говоря, немножко, вот, такая, струйсина, да. позиция. Вот. Самое все. Вы таким образом отрицаете ошибиться. Вы отрицаете тот факт, что человек воспринимает вас не как друга. Вот. Вот. Поэтому здесь хочется спросить того, ну, это ли мужчина, что вы в первую очередь хорошие друзья. Дальше. Сейчас до переезда в новую квартиру живу, у него этот днём постоянно прикасается ко мне. Ну, знаете, вот, это происходит тогда, когда недостаточно четко проставлены личные границы. Вот. Да. Проявляется тогда, когда вы неуважительно сами, относитесь к своим личным границам. Вот. Вот. То есть, они не настояли на том, чтобы человек держал дистанцию. Ну, и все. И, соответственно, мужчина, и все. Ведет себя. Так. Потому что не видит. От вас. Серьезного сопротивления. И, значит, думает, что вы замикаете. Я могу сказать, что это отчасти так и выглядит. Так. Дальше. Значит. Знаете, что я не люблю. Ну, если человек знает. Человек делает то, что вы не любите. Вот. Я предполагал, предполагал, что важно это в первую очередь тем, что он пытается вынести вас на эмоции. Человек пытается вынести вас на эмоции, чтобы вы как-то себя проявили. Зачем он это делает? Это, ну, неосозненно это манипуляция. Неосозненно. Неосозненно это манипуляция. Вот. А, было осознательно это просто. Игра, и на более глубинном уровне это какое-то вот не желание вас терять, не желание вас отпускать, ну вот такая какая-то история, довольно типичная, надо сказать, для мужчин, вот, там я считаю, мужчину, ну не бутыл, конечно, но мужчины часто проявляют какие-то собственнические тенденции, вот, у женщин это тоже встречается, безусловно, но мужчины проявляют это так же, проявляют это, я бы сказал, менее, знаете, деликатно, то есть, у мужчин это выражено, прям, с такой, достаточно грубой формы, многие женщины от чувства, от опыта чувства, выражают немножко по, так сказать, по вежливо что ли, по мягче, да, вот, предпочитая, предпочитая мне доминировать, вот, мужчины это делают, довольно часто мужчины это делают, таким образом, вот, а человек не хочет, чтобы вы были известны, а человек не хочет, чтобы вас отпускать при этом, да, ответственность за отношения он боится. Дальше. Эм, так, иногда задают вопрос относительно секса, да, это все это и вот провокация. Я, вроде как, не глупая, понимая, что такие знаки краснодушевые всякие слои, но расцвет, предлазил он, то есть, не любит меня, это страх, страх перед чувствами у человека могут возникать, особенно, если мужчина, так сказать, приверженец культа силы. Не любит меня, ты мне дорога, ты мой лучший друг, просьба так не делать, неприкасаться, встречала лишь недоумение. Ну, это довольно невнятно, честно скажу, как бы описание, да, что такое недоумение. Ну, недоумение, что дальше. И вот я не пойму, мне голову наручат, пытаются манипулировать или человека реально не разграничивать такие моменты. Скорее всего, если мужчина не отличается только прям высоким интеллектом, прям очень-очень высоким интеллектом, да, вот, это всегда, в принципе, ну, это всегда можно определить, да. Так вот, если человек не отличается высоким интеллектом, если человек не отличается, там, продумыванием, значит, планов, да, вот, то, скорее всего, он не понимает. Не понимает того, что, вот, действительно делает. Просто, вот, ну, не остановит, что отпускать вас не хочется, не остановит, что, боится, боится, как бы, отношений. Вот, а, притом, 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 сам он не согласится с этим. Скорее всего-всего, если можно сказать, мы с этим не согласится, будет, значит, это отрицать, к сожалению. И, значит, есть вероятность, но это вероятность. Правда, не большая, но, там, ну, вероятность так есть, что человек пытается вас к себе привисать. Ну, я не знаю, конечно, я в этом не уверен, но, может быть и, в принципе, такое. Поэтому, а, тут много, много зависит от самого человека, да, тут много, достаточно зависит от того, ага, ну, какой у человека характер, какие у человека ценности, вот, ну, если у вас есть основания полагать, что машины могут обладать интеллектом и ценностями, которые позволяют ему, допустим, вами манипулировать, да, если вы замечали, то, скорее всего, это манипуляция, но, чаще всего, это, просто, такое, вот, неосознанное поведение людей, которые не очень понимают, вообще, что они делают. Вот, вот, просто не очень, не очень, человек не очень понимает, что он делает, зачем он делает, и так далее, ну, вот, просто, вот, не понимаю, не понимаю, это было, бывает. Я не могу сказать, что, вплошь, рядом, знаете, одни манипуляторы, да, вплошь, рядом, одни лжицы, и так далее, нет, это, это было бы неправо, это было бы совершенно неправо. Вот, поэтому, я, как бы, предпочитаю воспринимать всё именно, именно, вот, пока что, как просто безобидное поведение человека, который не совсем отдаёт себя отчёт в том, что он делает. То есть, это, да, неприятно, вот, вне всякого там сомнения, что-то происходит, но, необходимо понимать, что вы, вы вложили свой, как бы, как бы, вкладывает. То есть, вы тоже ответственны за то, что происходит, в том смысле, да, что, если бы, если бы, если бы вам, вами более чётко были расставлены границы, вот, если бы вы более чётко контролировали общение, более чётко, более жёстко, может быть, это делать, да, и если бы вы не были, не были в позиции жертв, профессии, вот, то, кстати, была бы, конечно, гораздо лучше, гораздо легче, гораздо проще. А так, мужчина, по сути, имеет некоторые рычаги давление на вас, вот, а именно, ваша зависимость от него, то, что вы живёте, там, условно говоря, в его квартире, и так далее. Ну, а, друзья, мы бы перестали в тот момент, когда стали встречаться. Поэтому сейчас воспринимать мужчину как друга, на мой взгляд, несколько, несколько оторваны от реальности, я бы так это сказал, по крайней мере. Вот, то есть, нет, вы, конечно, можете это делать, вас никто, никто не заставит делать, а, то, что вы не хотите вас, никто не заставит поступать как-то по-другому, но, а, как бы, реальность, опыт, а, демонстрировать, что, а, а, после, а, того, как люди переходят на более интимный формат общения, то очень немногим людям удается относительно безболезненно вернуться на предыдущую ступень. Так, в смысле не нужно, чтобы пыталась угадать все его истинные намерения, но буду благодарна за предположение. Ну вот, знаете, предполагать это вообще больше к затылкам, понимаете, мы все-таки немножко не по это честям, не по честям и предположениям, мы больше по чести работаем, мы больше по чести помощи в том, чтобы вам разобраться с себе. Это очень важный момент, чтобы вы разобрались с себе в том, что вы хотите, чтобы вы не претворечили себе хотя бы в двух предложениях текст. Данный аспект нужно обязательно отделить одно от другого, а не пытаться понять, что хочет молодой человек. Например, если вы хотите отношение, да, если вам хочется, то вы можете так ему и сказать, в принципе, что, дорогой, я хочу отношений, с тобой, например. И из-за этого я не могу быть тебе другом, допустим. Ну, как минимум, это будет честно, что ли? А сейчас, по факту, получается, что вы играете в, ну, друзей. Вот. Понимаете? Какая штука. Хотя, друзьями вы уже не являетесь очень давно, судя по тому, что вы пишите. Вот. Это некое отрицание реальности, вот. Некий страх признает реальность, может быть, и у вас, и у него. Поэтому я бы, конечно, больше внимания уделил бы вам и вашим противоречим, а не тому, чтобы предугадывать его мотивы. Ну, как вы, в принципе, сами сказали, что не хотите, чтобы мы угадывали. Ну, вот, если вы не хотите, то и обратите внимание на себя. Да, и я думаю, что после вашего расставания остались не выясненные моменты, то есть моменты, которые не выяснены остались, я так думаю. И эти моменты нужно выяснить. Но, повторюсь, без доверия себе, вот, если вы не будете себе доверять, сами. Вот. Это всё никакого супермысла не имеют. Вот. То есть человек, по сути, просто будет вас так вот манипулировать. Да, ладно. Вот. Не потому, что он, там, плохой какой-то. Вот. Не потому, что он, там, с ним, вот, что-то, что-то не так. Да, так далее. А именно. Именно из-за, из-за пары, что вы это позволяете по сути дела. Вот. И если вы позволяете, то почему бы и нет. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.